приветствую тебя мой уже не случайный зритель я надеюсь на твоем экране юра твой преподки зомбы на данную минуту сегодня пятый урок по развитию музыкальности поговорим о разделении музыкальных инструментов на группы на текущий момент мы с тобой должны были научиться делать следующее первое чувствовать пульс музыки пульсировать вместе с ней чувствовать ее грув качаться вместе с ней второе считать музыку распределять нашу сетку счета по всей композиции по разным ее кусочком третье чувствовать и понимать динамику композиции где какой блок где границы почему эти границы мы слышим почему мы их чувствуем а также должны уметь чувствовать толщину музыки количество инструментов насыщенность и внутреннюю громкость а еще мы с тобой должны были научиться фокусироваться на разных инструментах и отслеживать каждый инструмент на протяжении всей композиции давай разделим инструменты на три группы первое атмосферный это фон и размазанный аккомпанемент второе грувовые те что создают некий кач игру это естественно барабаны это инструменты с постоянной ритмикой которые не меняются вас гитары пианино и прочее аккомпанемент сюда тоже подойдет но который с очень выраженными и четкими ритмическими особенностями и третья группа это мелодические сюда мы запихнем вокал и солирующие инструменты которые просто вот раз появились выбились из всей картины и исчезли у которых рифма есть но ее не так много и она не постоянно то есть она не создает постоянный орнамент она выделяется как узорщик такой разовый о кстати только что придумал представь себе картину в которой есть фон какие-то размазанные большие пятна они чередуются все равно как-то отличаются друг от друга потом есть например рамка у картины с орнаментом с определенным зубчатым каким-нибудь узором то есть он постоянный такой мелкий дробленый и какой-нибудь узорчик посредине так вот фон это есть твоя атмосфера все что там находится эта атмосферка все что обрамлено в рамочку либо создает некоторые такие орнаментные структуры это грувовые инструменты и соответственно вот этот узорчик посреди картины пусть будет мелодией первая группа инструментов а именно атмосфера хороша для медленных движений для плавного танца для нежного перетекания отлично подходит для создания атмосферы внутри пары танцующих либо атмосферы тебя танцующего и для моментов когда мы адаптируемся друг под друга в танце 2 отлично подходит для уровня начинашка или уровень качальщик здесь мы либо держим ровный ритм 1 2 3 4 1 2 и так танцуем либо особый для каждого трека грув на 1 2 3 4 и 5 6 7 8 и тумпу 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 здесь мы можем включать автопилот двигаться в полученные ритмики и импровизировать выбирая разные направления и движения третья группа мелодические инструменты мелодии в треке могут меняться чередоваться они могут появляться и исчезать ожиданно неожиданно и в общем спонтанно но если музыканты оставляют нам подсказки можем легко предсказывать когда она появится и когда у нее логический конец танец под мелодию всегда для танцора будет являться более сложной задачей чем танец под грув либо только под изменение атмосферы и требования к танцору к его ушам усиливаются он должен быть более внимательный более разборчивый в том что ему заходит в уши практикую упражнения из нашего практику мы регулярно и музыкальность будет качаться в каждой клеточке твоего тела своим ученикам я пропагандирую развивать минимализм в танце и терпение а именно не пытаться обыграть все звуки сразу хотя сам этим иногда грешу например выбирать что-то одно одну мелодию либо одну атмосферу либо один гру максимум что можно сделать не загрязняя танец не усложняя его не вводя в ступор зрителей от того что будет происходить это соединить скажем так или использовать два голоса провести телом и атмосферу и мелодию или атмосферу игру двигаться в ритме меняющейся атмосферы либо заполнять ее плавными движениями и тут же добавлять какие-то резкие движения обозначающие игру либо мелодию если брать больше то танец будет уже грязным сумбурным и непонятным если мы танцуем в паре полифония или многоголосье в танце хороша для большой группы людей когда каждый танцующий из этой группы забирает себе один инструмент и вся картинка смотрится очень интересно как будто бы мы визуализируем оркестр вот это у нас дудка это у нас патефон это у нас какой-нибудь колокольчик это треугольник и все зашибись кстати минимализм и монофония это штуковина которая очень свойственно топовым европейским музыкальным танцором с некоторыми из них мне удалось пообщаться я поделился с ними своими идеями и они подтвердили если больше одной мелодии в своем теле используешь что танец становится грязным чем меньше тем лучше целая сетма в атмосфере мы передаем настроение трек подробнее разберем в следующем уроке грув а именно ритмическая пульсация не только в шагах но и во всем теле позволяет лучше держать баланс лучше сохранять connection с музыкой не теряться в движениях не теряться в ритме и делать все четко чисто красиво мелодия же будет требовать от тела не только четкий тайминг выполнения но еще заставит его раскрыться в артистизме короче здесь целое поле непаханное скорее переходи к практику мы у тебя ждут упражнения ссылка в описании записывай свой прогресс на видео и делись с миром своими результатами я в тебя верю у тебя все получится пока пока